Привет всем! Сегодня снимаю обзор по желанию одного из моих подписчиков. Это обзор на все альбомы Бритни, которые у меня есть. Здесь я выбрала именно разные версии альбомов, которые у меня есть. Надеюсь, что это всё, что я нашла. Если что-то не нашла, потом обязательно вам скину ссылку, чтобы вы посмотрели. Но я думаю, это всё. У меня получилось две таких стопочки. И как бы это всё, что у меня, в принципе, есть. Я как бы особо не покупала там всякие японские, китайские версии альбомов, а брала чисто, чтобы было с буклетом, желательно с бонусом. Но нет бонуса, так это ерунда. Они есть на синглах. Вот. И давайте начнём с этой стопочки и с альбома первого Бритни Спирс. Это чисто первая обложка Биби Мама Тайм и американская версия альбома, с которой он изначально с этой обложкой вышел. Ну, у меня на все альбомы есть отдельные обзоры. Вы их найдёте у меня в моих видеозаписях. Поэтому, если вы хотите узнать, что внутри, смотрите эти видео. Я на каждый диск не буду здесь посвящать внимание, потому что иначе это видео просто затянется. Такой вот треклист. Ну, это чисто оригинальный альбом. Здесь есть типа то, что можно на компе посмотреть. Там, по-моему, видяшки или что-то такое. Там что-то Бритни рассказывает, насколько я помню. Ну, какие-то юдиские фотки. Вот. Ну, это чисто такой базовый треклист без всяких бонусов, без всего. То, что вышло изначально. Здесь есть типа буклет, но это даже не буклет, а такой большой постер. И на нём там всякая ерунда написана. Всякие картинки. В Европе вышел альбом с такой обложкой Биби Мама Тайм. Это российская версия. Не стала покупать иностранную, потому что, ну, не вижу смысла. Всё абсолютно одно и то же. Здесь даже больше треклист, чем на вот той версии. И как бы буклет то же самое. Всё содержание абсолютно одинаковое. И решила, что, ну, нет смысла тратиться на иностранку вот это. Пложки разные. В принципе, обе у меня есть. Поэтому так. Следующий альбом у Псиди Кен. Это у меня единственная версия иностранная. По-моему, купила на Озоне что-то тогда. У меня здесь бонусами со всякими. То есть это уже не более поздняя такая лицензионка. С буклетом совсем. В принципе, очень даже круто. Альбом Бритни. Этот альбом мне я купила вот в такой вот коробке. Типа тут сразу два альбома. И на неё была какая-то скидка. Чуть ли там не за 500 или не за 600 рублей я купила. В принципе, это дёшево. То есть почти по 300 рублей альбом. Хотя иностранная лицензия, она явно стоит дороже. В чём прикол, на обоих альбомах и на третьем, и на четвёртом есть все бонусы, которые выходили на синглах. Здесь даже есть видяшка. Типа там активная реклама фильмоперекрёстки. Там всякие фигня. Вот. Этот третий альбом тоже единственная версия у меня. И четвёртый альбом In The Zone. Как я уже сказала, здесь есть все бонусы, которые выходили на синглах. Есть буклет, но, в принципе, иностранная лицензия очень крутая. Следующий у меня альбом — это Greatest Hits My Prerogative. Такой прикольный он, зеркальный. Очень мне нравится. Здесь 19 песен, 19 треков. Фишка вот этих Greatest Hits разных версий в том, что у нём разное количество треков. Вы сейчас увидите. Вот это обычная версия. Здесь один диск, буклет. В принципе, ничего особенного. Уж прикольно оформлено. А вот эта версия, это уже такая типа, ну, можно сказать, делюксовая, как-нибудь подарочная. И в ней 17 песен и дополнительные ремиксы, и Крис Кокс Мегамикс. И здесь прикол в том, что здесь два диска. Вот. Как бы эта версия стоит для того, чтобы её купить. Ну, так вот. Прикольно оформлено, в общем. Вообще, очень-очень круто. Буклет здесь лежит. В общем, вот так. Так что не пугайтесь, если у вас какое-то другое количество треков. В разных версиях всё по-разному. Следующий диск. Это первый сборник ремиксов Бритни. Be in the Mix. The Remixes. Это какая-то иностранная лицензия. Купила я потому, что ожидала там какой-то мега буклет. На самом деле, здесь такая разворачивающаяся бумажка. Ну, потому что, типа, буклет, такой тяжёлый диск достаточно. И вот такой трек-лист. По-моему, тоже на каких-то других версиях какие-то песни добавлены. Мне очень здесь нравится No Let Be The Last No. Вот. Это иностранка, а вот это российская версия. Почему оставил? Ну, во-первых, лицензия. Во-вторых, смотрите, есть как бы разница. Я видео почему-то забыла про этот диск снять, насколько я помню. Если вам интересно, могу снять сравнение, но, в принципе, думаю, не стоит, потому что вы всё видите. Буклеты здесь не пахнут даже тем, что есть в этом диске. Трек-лист абсолютно идентичный, ещё всё абсолютно одинаковое. Ничего особенного вы здесь не увидите. Но сохранила, потому что есть небольшая разница в обложке. Считала, что это круто. Прикольный альбом такой, один из legendary альбомов Britney Spears Blackout. Это российская версия, и это версия с буклетом. Вот, когда стали выпускать буклеты в российских версиях альбомов. Вот. И обычный абсолютно трек-лист, потому что купила во время именно выпуска этого альбома. Ничего тут бонусов никаких нет. Это никакая ни японская, ни китайская, ни тайванская версия. Обычная версия, которая вышла изначально с буклетом русской лицензии. Так что не бойтесь брать русский Blackout. Она будет, думаю, на 90% буклетов, если сейчас, конечно, не перевыпустили. Хотя вряд ли русские что-то решат перевыпустить. Подвигаю вторую пачку и поехали смотреть следующий альбом. Это альбом Circus. Это русская лицензия, и она с буклетом. Это абсолютно обычная, стандартная версия альбома. И здесь у нас такой вот трек-лист, 12 песен и 13-й радар. Ну, абсолютно обычная. Наверное, в курсе. Вот. Что-то у меня там вдалеке такой диски валяются. Это делюкс-версия альбома Circus. Чем отличается от обычной? Здесь у меня такая наклеточка еще осталась. Здесь есть бонус-треки, рок-мейн и фонографи. Здесь, кстати, радар-песня. Она идет из альбома Blackout. Но я думаю, вы это знаете. И создание песни. Альбома Circus. Интервью с Бритни Спирс. Вот так. В общем, здесь два диска. И, кстати, это какая-то, по-моему, немецкая, что ли, лицензия. Здесь еще плакат был. Как он тут открывается? Вот так. То есть, как-то так у меня все это. Дальше. Это The Singles Collection. Кстати, вот эта штука. Это вот два вида альбома у меня есть. И еще есть коробка. Тоже на нее есть обзор. Как бы я ее здесь не включала. Но это чисто такое фанатское издание. Бокс. Там что-то хрен знает, как он назывался. Я уже вообще ничего не помню. В общем, это русская лицензия. И это дело с буклетом. Я еще выпускаю от буклета. Такой трек-лист. Чисто такие самые треки по порядку. Кстати, прикольно оформлено. По крайней мере, мне нравилось. Вот эти фотки, в большинстве случаев, они были такими редкими и не совсем выпускались в свое время. Эта версия отличается от вот этой черненькой. Кстати, такая есть и российская. Она стоит намного дешевле, потому что у меня иностранная. А есть российская лицензия. И она тоже с буклетом и со всем. Отличается тем, что здесь есть два диска. И что, трек-лист здесь абсолютно идентичный. А на втором диске у нас есть вот эти вот клипы. Тут, по-моему, не все клипы. А если вы купите чисто вот боксы, там практически все клипы за исключением. Ну, круто иметь вот этот вот Deluxe. По крайней мере, не покупайте этот, купите этот. Ну, правда, дороже. Вот. Также у меня есть аж три версии Femme Fatale. Почему три? Потому что почему-то этот Femme Fatale вышел именно в такой картонной версии. И почему-то у меня не очень... Как бы картонные версии, не знаю. Я хотела пластмассовые. Вот. Но, в принципе, отличия небольшие. Потому что есть стандартная версия. По-моему, сейчас... Вот это Deluxe версия. Потому что здесь 16 песен. То есть на пару песен больше. Это стандартная версия. Она чуть по-другому выглядит, чем Deluxe. Вот. Вот как-то так вот все. Ну, я снимала обзор. А это вообще российская лицензия. Без буклетов, без всего. Но мне тогда просто хотелось иметь альбом. В пластмассе. И она, в принципе, недорого стоила. Поддержать исполнитель. Тролевать. Я ее купила так. Больше я как-то особо так не увлекалась вот такими покупками. Следующее, что... Это Be Intermix. 3 mixes. И у меня две версии. Почему две? Почему две? Я сейчас буду разбираться. Так. Здесь что-то типа обещает быть. Но у меня вообще должно быть сравнение видео на вот эти два диска. Чего я вообще хотела добиться, покупая два. Ну, вот такое вот у меня есть. Вот тут что там, 10 песен. Тут вроде проглядывается какой-то буклетик, диск. И этот абсолютно идентичный. Вот, абсолютно идентичный. Что-то он такой тяжелый. Вот. Видимо, я была в поисках каких-то буклетов. И накупила что-то там себе. Две версии. Ну, в общем, скину ссылку на видео. Я вообще не помню, почему я покупала этот диск. Отлично. По крайней мере, видео раскроет глаза на эту проблему. Вот. Есть вот такой вот диск у меня. Ну, это вообще какое-то непонятно вообще, кто такое выпустил. Что вообще происходило. Посмотрите. The Best of Britney Spears. Вообще, какая-то левая компания выпустила какой-то диск с названием типа The Best. Причем песни какие-то непонятные. Как бы для фанатов понятные. Для тех, кто вообще там брить не особо не увлекается. Непонятно. Знаете, я где-то читала комментарии, что типа просто набор каких-то песен. Просто, знаете, там, а-ля, сделаем-ка мы диск. Попытаемся его по-быренькам продать. И носуем у него каких-то левых песен. Не знаю еще. Напишите, что вы думаете по этому поводу. Но у меня есть отдельный обзор на этот диск. Как бы ничего особенного вообще. Чисто для фанатов. И последний альбом на данный момент, который есть у Britney Spears. Это Britney Jane. У меня опять же две версии. Сейчас вообще по 10 версий. Исполнители выпускают. И это у нас обычная версия с буклетом. Это иностранные лицензии. Не знаю. В российских, по-моему, буклетом даже не пахнет. Может, каких-то есть. Вот. Я заказывала, по-моему, сразу обе версии. И вот это Deluxe. Чем отличается Deluxe от обычной? Тем, что на нем есть пара других песен. Как-то так. В общем, такой вот диск. Ну, про них тоже снимала обзор. Вы можете посмотреть, если вы хотите знать мое мнение по поводу альбомов. И вообще, что в них содержится. Ну, в общем, вот такие вот у меня стопки альбомов. Потом обязательно сниму видео на синглы. Вот. На все, которые у меня есть. Изобретительный спирс. Надеюсь, вам понравился данный обзор. Он был вам полезен, интересен. И огромное спасибо за внимание. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok